22 числа у нас в утреннее время в районе дома по улице Советской был обнаружен труп женщины примерно в возрасте 30 лет. Первоначально установить личность данной гражданки не представилось возможно в ходе по квартирного обхода и по пилону, грубо говоря, отпечатков пальцев. Личность не установили, не смогли. Проведенным мероприятием причину смерти также невозможно было снизить. С морозами на улице тело было уже мерзло-замерзло. В вечернее время обратились знакомые и родственники, чтобы потеряли сожительницу, гражданскую жену. Была установлена передавленная фотография, что установлено, что это гражданка 1985 года рождения, ранее не судимая, работала в одной из библиотек города. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что вечер она провела в кругу друзей в одном из пятейных заведений нашего города. После чего покинула данное помещение и через 2-3 часа был обнаружен труп уже данной гражданки. В ходе дальнейших мероприятий, пройденных сотрудниками уголовного розыска, был установлен задержан гражданин, ранее судимый, который совершил преступление в отношении данной гражданки. Удалось раскрыть благодаря имеющейся видеозаписи в этом пятейном заведении, в которой было установлено, что данный молодой человек вышел вслед, специально дождался данную гражданку, вышел вслед за ней и проследовал следом, после чего совершил свое преступление. Данный гражданин на сегодняшний момент задержан, находится в изоляторе временного содержания города Первого Рейска. Он сознался? Да, конечно, он забрал. То есть он хотел совершить насильственные действия, просто сексуального характера, но в силу состояния опьянения не смог довести желаемое до разумного завершения, просто избил девушку, которая от телесных повреждений скончалась на улице. Симпатия была только в самом пятейном заведении в ходе распития спиртного, они знакомили, танцевали на танцполе, после этого все вот случилось, произошедшее, произошло. Может быть, какие-то рекомендации сможете дать? Ну, не бросать друзей друг к другу, не оставлять один на один, не ходить пешком, после состояния опьянения по улицам города, тем более в позднее, в ночное время, когда гражданка уже по закрытию, ну, не по закрытию, где-то около 5-4-го покинула заведение и пешком пошла до дома. Проще вызвать такси, доехать до дома, подумать о своей безопасности, о безопасности своих близких, чтобы избежать ситуации проблемных.